доброго времени суток сегодня у нас ящик на видео обзоре ящик для хранения овощей точнее он мне нужен для хранения картофеля этот ящик я сделал из старого холодильника юрюзань 80 года полетел у меня в прошлом году холодильник компрессор работает где-то свищ идет в морозилке восстанавливать уже принял решение что не стоит передел я его под ящик хранения картофеля передел следующим образом разобрал вытащил морозильное отделение отсоединил компрессор компрессор сразу законсервировал компрессор еще может я думаю поработать большое количество н лет и следующее собрал вы не демонтировал морозилку собрал на герметик заднюю крышку все щели промазал на герметик дальше я сделал следующее я его хотел утеплять по наружу по наружу пеноплексом но обратил внимание на то что внутри стенки металлические пришлось мне пеноплексом утеплять внутренней стороны получился сэндвич более где-то я замечал сантиметров 13 стенки родные там ставлены стекловата в стенки родные я еще где вот просили вот дверька я сверлил отверстие заливал туда монтажную пену на все про все у меня ушло больше бутыл полторы на бутылки монтажной пены дальше я приклеил красный пенопласт повышенной прочности ставил его под груз следующим этапом я приклеил фанеру также все подгруз где-то минут сорок ждешь пеноплекс все схватывается по монтажной пене если бы конечно был у меня холодильник чуть-чуточку посовремене чуть-чуточку посовремене то тут бы уже внутри были бы пластиковые стенки и я думаю его даже возможно и утеплять не надо там утеплитель скорее всего уже вставлены карты пенопласта ну принято решение утеплить для надежности в этот год я никакой автоматический подогрев делать не буду делать не будут так как мы сейчас находимся в подполье мне этот ящик нужен для хранения картошки в зимнее время здесь я не живу это дом достался от дедушки и мы его используем в качестве дачи но картофель участок у меня здесь все есть это самое посажено в этот год заполняю проверяю есть ли замерзшая весной отварю картошку проверю если сладкая если есть сладкая то картошка значит подмерзает но мне кажется подмерзать картошка не будет у нас просто выкапывают ямы вставляют бочки и в бочку туда опускают картошку холодильник я нижнюю часть покрасил мастикой мастикой толстым слоем на мастику также раскатал фольгопласт боковые стенки я красил обычной краской и так же приклеил фольгопласт фольгопласт я приклеил с целью с той чтобы железо не было источником холода в подвале вот для транспортировки у нас сделаны ручки с ручка с этой стороны на уголке приделана на заклепка а с той стороны ручка вмонтирована прямо в ножки холодильника ну что ж сейчас приступим к заполнению холодильника ну что ж мы набрали 8 ведер семенной картошки и сейчас я вам забыл один важный момент сказать вот здесь вот магнитное уплотнение резиновое уплотнение на магнитной основе его надо обязательно зачистить от мышей иначе мыши проедят я здесь пустил монтажную ленту шириной 17 миллиметров сделал ее как стяжку но давайте засыпать вот здесь вот вот здесь вот и и и и и и и и восьмое войдет в принципе еще одно ведро но мне этого достаточно я сажаю 12 боровков длиной где-то по 30 метров 25-30 метров все теперь закрываем и до весны 19 мая завтра я уже буду сажать картошку картошка вот так вот ящики перезимовала маленько попадаются плеснявый маленькой гнилой сразу скажу картошку я отварил картошка подмерзла но на всхожесть это не влияет как семенной материал картошка ценности своей не теряет единственное стоит добавить что за все владение моим домом 2005 года первый раз в этом году замерзла даже и вода мороза очень сильные были возможно если бы не такие морозы картошка бы не подмерзла чуть-чуть она сластит но все равно подмерзла на еду уже не годится так что касается обогревателя можно конечно заказать с китая контроллер термопару и нагревающий элемент выстоит температуру и оставить на зиму но мне ящики использовать буду только для семенной картошки я думаю оставлю это дело так плюс еще я крышку не утеплял возможно впоследствии еще утеплитель поставлю на крышку так это